Как доказать мужчине, что он неправ? Как же доказать ему, что он неправильно живет? Вот тут ты ошибаешься очень сильно. Что-то женщину перестало устраивать в поведении, либо в проявлении мужчины. Либо ему плевать, либо врага, мужика видят, за чьи деньги, на которые он теперь уже живет. Ну вот ты мне изменил, вот у меня фотография. Вот ты. Он говорит, это не я. А он не согласится с ними. Он просто, он в броне. Или если даже и согласится, то на время. Он побудет шелковым несколько дней. И потом снова вернется в это же. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов. Я психолог, эксперт в отношениях. И прежде чем мы перейдем к этому важнейшему видео, прямо сейчас поставь лайк, подпишись на канал и обязательно перешли это видео всем подружкам и знакомым. Итак, как же доказать, как же доказать ему, что он неправильно себя ведет? Как же доказать ему, что он неправильно живет? Как же доказать ему, что он неправильно разговаривает с его мамой или с твоей мамой? Или как же ему доказать что-то там? Первое, что я считаю, что неправильная в корне формулировка. Почему? Потому что девушке кажется, что я сейчас ему докажу. То есть я ему сейчас донесу какую-то порцию информации в его мозг, благодаря которой у него там что-то изменится. Он такой, как факт, я понял, я не прав. Когда я понимаю, что я не прав, он такой в чувство, как он, я не прав. Дальше какое чувство, я виноват, да, я так виноват, я же все время был не прав. И дальше что я буду делать? Искупать вину, как провинившийся мальчик. Я буду искупать вину и заслуживать любовь. И я превращусь в хорошего и послушного. Почему так думает девушка или женщина? Почему, несмотря на абсурдность этого примера, почему она так хочет все равно доказать ему что-то? Потому что так же с ней вели себя родители. То есть они ей доказывали ее неправоту, ребенку, да, для чего? Для того, чтобы ребенок почувствовал себя виноватым, что он провинился, что он вел себя неправильно. И дальше он, когда ребенок, провинившийся неправильно, он становится хорошим и послушным. Главное, послушным, что было важно для большинства наших родителей, которые родители постсоветского пространства. Следующее, откуда берется также желание доказать мужчине, что он неправ в отношениях. Потому что что-то женщину перестало устраивать в поведении, либо в проявлении мужчины. Либо не просто перестало устраивать, а что-то выявилось такое, чего раньше не было. Или чего не было раньше заметно ей, либо чего в принципе не было. И знаешь, у меня тогда встречный тебе вопрос. Вот ты сейчас хочешь ему доказать, что он неправ. А скажи, а до этого ты доказала ему, в чем он был прав? То есть сейчас ты хочешь ему подчеркнуть его ошибку. И не просто подчеркнуть, сейчас ты хочешь ему показать, вот тут ты ошибаешься очень сильно. А скажи, пожалуйста, а делал ли ты противоположное в других моментах по отношению к нему? Рассказывали? Слушай, а вот это ты тут делал? Класс, вау, вообще бомба. Очень классно, очень важно для меня, такая счастливая я. А вот тут ты вот так себя вел там с ребенком, и это вообще просто космос, да? Это просто пример для многих пап. А вот тут ты зарабатываешь деньги, спасибо тебе за это, что благодаря этому. Скажи, пожалуйста, какое соотношение в твоей жизни в отношениях, да? Вот соотношение, ты ему сейчас хочешь доказать, что он неправ? И тут, например, на весах какой-то вес, да? Ты хочешь ему доказать. А что тут на других весах? Ты много чего в отношениях в жизни, в отношениях с ним рассказывала, в чем он прав, в чем он крут, в чем он классный, что было для тебя ценным, и за что ты искренне благодарна. Конечно, сейчас это будет не про тебя, а про других женщин, по моим наблюдениям. Что я вижу в наблюдениях, да? Что зачастую вот эта критика и желание доказать, что кто-то там что-то неправ, оно намного большего объема и размера, чем что-то хорошее. Именно поэтому оно не работает. Именно поэтому мужчина с какого-то момента начинает смотреть на женщину не как на союзника, а на союзника, с которым у нас есть общая цель. Счастье, благополучие, богатство, кайф, я не знаю, там классно жить. А получается, что мы с женщиной не союзники, мы с ней враги, и у нее есть желание что-то мне доказать. То есть у нас нет цели и желания прийти в счастье, у нее есть желание что-то мне доказать. Ну и у него, конечно же, тоже, он тебе что-то тоже доказывает, сопротивляется и тоже в чем-то тебе доказывает, что ты не права. Напомню, я не то чтобы на стороне мужчин, и сейчас не защищаю мужчину. Я прекрасно понимаю, что если, мне тоже, мне его жаль, да, потому что мне жаль мужчинка, мне им хочется посочувствовать, принести им цветочки, знаете, грустные. И сказать, блин, обидно, да, жаль, что ты создал такие отношения, в которых женщина тебя, в которых женщина тебя не вдохновляет, не заряжает тебя силой энергии, после которой тебя хочет сворачивать горы, а наоборот создает тебе отдельную тяжесть. И еще раз говорю, я понимаю, что мужчина там тоже не прав, но это видео для женщин, и это видео, задача этого видео, чуть-чуть поменять тебе мышление в хорошем смысле. Я сейчас в этом видео на твоей стороне, но я на твоей стороне не в смысле, я должен тебя жалеть и кого-то ругать, а я на твоей стороне в том смысле, что где-то, может быть, я говорю неприятные вещи. Но цель этого всего, чтобы улучшить твое мышление, и чтобы ты вышла на новый уровень, и чтобы ты могла с мужчинами, чтобы они перестали быть твоими врагами, которым ты хочешь что-то доказать, а чтобы они стали твоими союзниками, с которыми ты идешь к цели счастья, любовь, благополучия и богатства. И такой же пример показываешь своим детям и внукам. Понимаешь, изначально тут нужно как бы сделать несколько шагов назад и избавиться от цели кому-то что-то доказать. То есть, понимаешь, когда фундамент дома хреновенький, то что там не строить, какую красоту там не строить, дом будет плохим, потому что фундамент плохой. И вот тут, как ни старайся что-то доказать, оно не будет работать, потому что фундамента нет. И изначально тебе нужно вернуться на несколько шагов назад и разобраться, как я создала такие отношения, в которых мы враги, конкуренты, соперники. А как я создала такое, что мужчина во мне перестал видеть женщину, а видит какого-то, либо ему вообще безразлично, либо сожителя, либо ему плевать, либо врага, мужика видит, за чьи деньги, на которые он теперь уже живет. Понимаешь, ну оставить бы его в покое и разобраться с собой. Разобраться с собой, как я это создала. То есть, начать отматывать пленку назад. Потому что, если ты вернешься в точку ноль в ваших отношениях, конечно же, ты что увидишь? Там же было счастье, там же было все круто, и он был супергероем. А потом как-то что-то пошло не так. Еще раз я не говорю, что он не виноват, а ты виноват. И вообще ни разу я не сказал, что ты виновата. Ты автор жизни. Более подробно о том, как прокачивать себя как женщину, как трансформировать себя как личность, как научиться взаимодействовать с мужчиной и делать их своими союзниками, делать улучшателями твоей жизни, а не утяжелятелями ее, прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция», где мы от и до разбираем это подробно. И когда ты начнешь отматывать, ты отмотаешь до точки 0, когда ваши отношения начались. А я тебя дальше попрошу, отмотай еще до отношений, когда ты его не знала, что было там с мужчинами. Отмотай назад, что там было с папой, отчимом, с биологическим отцом. Отмотай назад, разберись, а что там у мамы было с мужчинами. И ты, скорее всего, обнаружишь очень похожий плюс-минус сценарий. Очень похожий, знаешь, как, не знаю, слайд или какую-то заминку, да, какой-то error, system error, да, какой-то сбой системы, сбой системы. И этот сбой системы сейчас в твоих руках. И если ты будешь дальше бороться, ты научишь детей тому же самому бороться с противоположным полом. Или же ты избавишься от цели кому-то что-то доказывать и сфокусируешься на цели, как мне стать той классной женщиной, которая больше ни хрена никому не доказывает. Понимаешь? Ей не нужно никому ничего доказывать. И которая строит свою жизнь не через выживание, не через борьбу, доказывание, не через войну, а через уверенность в себе, здоровую самооценку, гармоничное отношение с мужчиной, через позицию женщины, которая взаимодействует с мужчинами. Еще раз, не как враги и конкуренты, как женщина и как мужчина. И которые идут к благой цели. Касательно мужчин. Мужчина, пойми, его в детстве тоже мама доказывала ему все детство, что он был неправ. Ты понимаешь? У него уже вот тут это сидит, когда ему доказывают, что он неправ. И когда ты ему говоришь, дважды два-четыре, он смотрит стеклянными глазами и говорит, не, не. Ну то есть ты ему приводишь реально понятные факты, а он не согласится с ними. Он просто, он в броне. Он никогда не согласится. Или если даже и согласится, то на время. Он побудет шелковым несколько дней. И потом снова вернется в это же. Поэтому не получится так. Если это твой сотрудник на работе, не знаю, там, ты директор этого смены на заводе, а это твой токарь. Наверное, там получится такая стратегия. В отношениях так не получится. И поэтому, естественно, будет сопротивляться. И даже тут не надо искать искусные методы. И часто женщина подходит и говорит, ну вот ты мне изменил, вот у меня фотография. Вот ты. Он будет говорить, это не я. Ну то есть вот просто до последнего будет сопротивляться. Даже если на 100% ты права. А тем более, если он не, если он, там есть факты, в которых он прав. Он не будет соглашаться. Поэтому это бессмысленная потеря энергии, потеря сил, которая ни к чему не ведет, а только усиливает, увеличивает дистанцию, увеличивает холод в ваших отношениях. И что тогда происходит мужчина? Что начинает мстить? Он тупо начинает мстить. Почему мужчины мстят? Я их не оправдываю, ну те, кто так делает. Чтобы доказать, что он правее. Доказать, что он сильнее. И часто, к сожалению, в этих манипуляциях, жертвами этих манипуляций становятся общие дети. Когда он начинает манипулировать детьми. Поэтому, дорогие мои, я его не оправдываю. Тебя я не обвиняю. Но я знаю, что тебе в любом случае нужно стать автором жизни. Добро пожаловать прямо сейчас под этим видео. Кликай по ссылке, записывайся на бесплатный онлайн курс «Мужчина. Честная инструкция». Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк. Подписывайся на канал. И до встречи в следующих видео. Пока.